Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Аллилуйя! Роман, приветствую уже! Шалом, пастор Сергей! Славимого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Молымось за Израиль, народ Господний! Аминь, аминь, аминь! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Приветствую всех, братьев, сестер, всех, кто подключился уже, кто подключается. Ну и, конечно, тех, кто потом в записи будет смотреть эту трансляцию с утренней молитвы. Сегодня у нас 24 апреля. Вот, я сегодня молюсь. Также одна из молитв моих всегда вот в этот день, 24 апреля, это молитва за Армению. Сегодня исполняется, да, 104-я уже годовщина, уже 104 года. Да, могу ошибиться или 105-я? Нет, 104-я. Да, в 15-м году точно. 104-я годовщина исполняется сегодня со дня начала этой страшной трагедии армянского народа, геноцида армян. Вот, когда в 1915-м, да, произошла эта трагедия, да, это было время как раз мировой войны, вот, и всю землю лихорадила в то время. Всю планету нашу лихорадила. Вот, народ, народ восставал. Вот, и страны, на страны нападали. Нападали, и такое было ощущение, что весь мир сошел с ума, и весь мир начал эту страшную войну друг с другом. Ну, так и потом и назвали, это мировая война. То есть, были войны, там, такие, такие, войны глобальные, там, какие-то локальные, а это глобальная война. Вот, и эта война была настолько страшной, что во время вот этой Первой мировой войны, на протяжении Первой мировой войны, погибло, по мнению историков, примерно столько же людей, сколько за всю историю человечества, вместе взятую во всех войнах, во всех вооруженных конфликтах предыдущих, за все тысячелетия нашей истории человечества, вообще, как гомо сапиенса. Вот такая была вещь, да. И вот в это время, как раз, в 15-м году, да, доброе утро всем, аллилуйя. И вот это произошло в 15-м году, 24-го апреля началась вот эта кампания, просто резня армян. Сегодня молюсь за Армению. Я один раз проповедовал в Армении, в Ереване, у Арама Азатриана, и в гостях был пастора, и проповедовал. Был там в разных тоже городах, Армении, и на Севане, конечно, на озере тоже были мы. Вот, и был как раз вот на том мемориале, видео записывал, вот, я даже там ссылочку какую-то уже давал уже на Ютубе, вот, значит, есть моя программа, вот, там записанная. Вот, ну, вот так вот. И сегодня продолжение дней опресночных, сегодня продолжение этих пасхальных опресночных дней. Молимся, благодарим Бога. Сегодня у меня вот проскомидия, опять я приготовил мацу, опресноки, плод виноградной лозы, и благодарю Бога всемогущего. Аллилуйя. Из 98-го псалма, вот так, 9-й стих, да, велико имя и страшно. Почему и так, и так? Потому что велико, оно возвеличено, оно величаемо детьми Божьими, любящими Господа, и оно страшно для всех, и ужасно для всех любящих тьму. То есть для любящих свет, имя Господне, это радость и утешение, а для любящих тьму, имя Господне, это страшное что-то на самом деле. Вот так вот, друзья. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Благословен Господь, давший нам это утро, это пробуждение, Господь Божий. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за эти дни опресночные. Благодарю Тебя за эти чудеса, Боже, за хлебопроломление во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Господь, за это сегодняшнее рассуждение о теле крови Господа, Спасителя Иисуса. Аллилуйя. 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 Коль славе наш Господь в Сионе, Не может изяснить язык, Велик Он в небесах на троне, В былинках на земле велик. Везде Господь велик и славен, В ночи во дни сияньем равен. Тебя твой огнет златорунный Всегда изображает нам. Мы на псалтире сладкострунный Тебе возносим, фимиа. Прими от нас благодаренье, Как благовонное куренье. Аллилуйя. 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 Благодарю Тебя, Господь Святой. Благодарю Тебя. Славлю великое имя Твое. Благословен Ты, Бог наш. Благословен Царь наш. Благодарю Тебя, Господь. Ты совершил чудо великого исхода, которое мы вспоминаем эти дни, читая псалмы. Вот, братья, хочу прочесть из 113-го псалма в нашем исчислении. В русской Библии он, да, 113-й псалом. Когда, с самого начала читаю, 113-й псалом, с первого стиха. Когда вышел Израиль из Египта, дом Яакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился вспять назад. Горы прыгали, как овны, И холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, И, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овцы, И вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, Пред лицом Бога Иаков Лева, Превращающего скалу в озеро воды И камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, Но имени Твоему дай славу Ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, Где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле Творит все, что хочет. А их идолы серебро и золото, Дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, Есть у них глаза, но не видят, Есть у них уши, но не слышат, Есть у них ноздри, но не обоняют, Есть у них рот, но не осязают, Есть у них ноги, но не ходят, И они не издают голоса горданию своею, Подобно им, да будут делающие их, И все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь ищит. Господь помнит вас, нас, благоставляет нас, благоставляет дом Израилев, Благоставляет дом Ааронов, благоставляет боящихся Господа, Малых с великими, да приложит вам Господь боли и боли вам и детям вашим. Благословены вы Господом, сотворившим небо и землю, Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, Не все нисходящие в могилу, Но мы живые будем благоставлять Господа Отныне и вовек. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! О, спасибо тебе, Господь! Благодарю тебя! Благодарю! Аллилуйя! Не мертвые восхвалят Господа, Не все нисходящие в могилу. 25 стих и 26 написано, Но мы, живые, будем благоставлять Господа Отныне и вовек. Аллилуйя! 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Николай пишет, шалом, Александр, доброе утро, шалом, Бокертов, Аллилуйя, Аллилуйя, братья, сестры, мертвые не могут прославить Господа, духовно мертвый человек, невозрожденный свыше человек, он не может прославить Господа, он идет в могилу, он погибает, пусть Господь помилует души мертвецов духовных этих, но мы живые, люди рожденные свыше, знающие Бога, люди воскрешенные им к жизни, могут прославить Бога, живые прославляют живого Бога, мертвые прославляют мертвое, мертвые тянутся к мертвечине, подобное с подобным, но живое ищет всегда жизнь, и рождает всегда жизнь, мертвое рождает только мертвость, а живое рождает жизнь, жизнь, наш Господь, Он есть воскресение и жизнь, помните слова Иисуса, да, слова Ишуа, Он говорил, у Иоанна записано 11, 25, Я есть воскресение и жизнь, и жизнь, и потому действительно, я говорю воскресение, подразумеваю Иисус, я говорю Иисус, подразумеваю воскресение, я говорю жизнь, подразумеваю Иисус, я говорю Иисус, подразумеваю жизнь, слава Тебе, Господь, благословен Ты, Царь Вселенной, благословен Господь, Бог Всемогущий, слава Тебе, наше упование на Тебя, Ты наша помощь ищит, Господь, Господь, Ты помнишь нас, благословляешь нас, благословляешь боящихся Господа малых с великими, и приложишь нам, Господь, более и более, нам и детям нашим, благословенным и Господом, сотворившим небо и землю, Аллилуйя, Спасибо Тебе, Господь, Боже, за эти псалмы, Аллель, за эти псалмы, Аллилуйя, за эти псалмы, восхваление, Боже Всемогущий, и вспоминая Великий Исход, который произошел тогда, 3331 год назад, Боже, мы восхваляем великое имя Твое, Боже, как участники, как будто бы мы тоже были участниками вот тех событий, переживая все это из года в год, из суббота в субботу, каждую неделю, каждый день порой, а наипаче в эти дни пасхальные, каждый год, переживая все это вновь и вновь, Боже, благодарим Тебя, Господь, Аллилуйя. Да, братья и сестры, и уроки Пасхи, это уроки для всей нашей жизни, уроки Пасхи, это действительно уроки, и как нам не подвергаться игу рабства, как нам не становиться рабами человеков, это также урок Пасхи, вот такой малоприметный урок такой, знаете ли, малоприметный, потому что обычно, когда мы говорим о Пасхе, об исходе, то мы имеем в виду выход из рабства, мы обычно всегда имеем в виду именно вот наш исход уже, чтобы мы были рабами и стали свободными, но Пасха, это тема сама, пасхальная исхода, она учит нас тому также, как вот в Новом Завете уже тоже выражено, чтобы мы не подвергались игу рабства, чтобы мы не становились рабами человеков, вот, это величайший урок, и знаете ли, конечно, Бог своих детей не оставляет в аде, Он не оставляет в рабстве, Он выводит нас свободу, но, знаете ли, мудрость великая в том, чтобы, конечно, слава Богу за чудеса эти Божьи, за чудо исхода, но гораздо более, знаете ли, благодарности Богу за то, что мы можем в этой культуре Духа Святаго ныне ходить и учиться и на ошибках прошлого, и учиться в Духе Святом, чтобы не подвергаться игу рабства, чтобы Богу дополнительно не понадобилось совершать сверхъестественное такое в нашем естественном мире для вызволения нашего, знаете ли, конечно, когда мы попадаем в беду, то мы вопием к Отцу, Папочка, Папочка, спаси нас, и Он спасает. Света Дяченко пишет, да, шалом, Иисус Господь, дьявол поражен, а мы любим всех, аминь. Вот, короткие тезисы и очень четко все сформулировано. Слава Богу, так оно и есть, аминь. Вот, и пусть Господь благословит нас сегодня в этой Евхаристии, в этом причастии, в этом хлебопреломлении, рассуждающих о теле и крови Христа, потому как, действительно, вот, язык небес, язык царства, да, Божьего, это язык Духа Святаго. Вот, и это, действительно, сам Дух Святой, вводящий в Царство Божие. Вот, Дух Святой действующий, он непрестанно действующий. Хотя мы говорим, что, вот, Эра Духа Святаго уже два тысячелетия идет, но, по сути, все эти 5779 лет с половиной, все это эпоха, Эра, Одна Духа Святаго. Вот, и в самом начале книги Библии, Бытие, да, в Гореши, там говорится, что Дух Святой носился над водами. Это в нашем русском синодальном переводе. Да и в других переводах тоже, в принципе, значит, имеется в виду прошлое, прошедшее. Вот, а там буквально в оригинальном тексте говорится, и Дух Святой носится. То есть, не носился, а носится, носится. Аллилуйя. Как? О, спасибо тебе, Господь. Вот, он не прис... Это, это, вот, как вот, вечный двигатель, да, была идея такая и мечта человечества. А это вечное движение. Вечное движение, это действительно, это Дух Господний, Дух Божий. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот, и до Машиаха, пришествия Машиаха, до Рождества Христа, Дух Святой, он наносил такие точечные удары, будем так говорить. Он являлся, да, он проявлялся, посещая царей, пророков, наполняя их. И мы живем, и движемся, и существуем, дамы и господа. Но два тысячи лет назад, конечно, все переменилось. И вот мы сейчас в счете Амера, вот, от СНОПа первого срезанного, да, отчитываем дни, потому что, ну, сам Бог повелел нам отчитывать дни, потому что мы, когда отчитаем 50-й день, то уже в месяце Сиван, вот, праздник недель, праздник Шивот. Вот, это действительно праздник Пятидесятницы, как вот он называется, да, Пятидесятницы. В русской культуре украинской, просто Троица называется, да. Пасха наша Христос, Николай пишет, да, заклон за нас, аминь, аминь. Аминь, аминь, братья. Вот, и сегодня, как раз, вот мы же в причастии, как раз об этом-то и рассуждаем. Слава тебе, Господь. И вот, действия, деяния Духа Святаго, именно как раз с момента смерти и воскресения Иисуса, активизировались, да, в человеческом, именно, роде, в человеческом роде во всем, аминь, аминь. Вот, и ко дню Пятидесятницы приготовлю, сейчас отчитываю дни, приготовляя свои сердца, вот, от Пасхи до Пятидесятницы, это время такое, очень такое уникальное время. Особенно, вот, ну, конечно, мы в первые дни вообще в такой эйфории спасения, исхода. Это дни опресночные, да, до конца недели они продолжаются. Вот, и, ну, до пятницы, даже и шаббат мы еще будем продолжать банкет, будем договорить наш пасхальный. Вот, значит, даже в субботу мы еще проведем еще здесь вот, на Попудренко, через дорогу, вот тоже, возле метро Черниговская, здесь в Киеве, проведем так, хотя бы, так вот, образно, хотя бы, так вот, как-то, на примерах таких, как бы, не театрализованно, как бы, иллюстративно, так вот скажу, иллюстративно, Седар Пасах. Так, я расскажу как раз об исходе, вот, братьям, сестрам, в 11 часов здесь служение будет, да, в 11 часов, получается, да. Я утром буду тоже на трансляции, все, а потом в субботу, шаббат там буду, на Попудренко. Вот, пусть Бог благословит вас. Кто киевляне, отзовитесь, вот, на фейсбуке, на своей основной странице, где, ну, название архиепископ Сергей Журавлев, и в блоге своем, там информацию, там, дам более подробную, детальную. Да, вот, спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю тебя, Господь, слава тебе, слава тебе, Господь. Но мы живые будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Бог благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Естественно, ты, воззвая Господу, из Египта, воззвали дети твои, и ты услышал и спас нас. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо вовек милость Его. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Господь. И приготовляемся рассуждать о теле и крови Христа. Размышляем, рассуждаем об этом. Николай написал, брат еще здесь, брат Сергий, как откровенно. Слово Божье на языке оригинала благословений и счета Божьего Тебе. Спасибо, спасибо. Да, да, слава Господу. Слава Богу всемогущему, братья и сестры. Пусть Господь благословится у нас рассуждающих о теле и крови нашего Спасителя, нашего Господа. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо, спасибо. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Боже, за хлеб, сошедший с небес. За Иисуса Христа, Спасителя Господа моего. За кровь святую, лозу небесную. Кровь святую, ныне во мне циркулирующую. Я плоть от плоти Твоей. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Мы с Тобой одна семья. Спасибо Тебе, Господь, мы родня. Я и Отец одно. Бог всемогущий, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе. Благодарю Тебя, Господь. Тело и кровь Твои, Боже, пища и питье. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Братья, сестры, кто приготовил, или же приготовьте сейчас, налейте себе сок, возьмите себе хлебушка, какого есть уже. Я мацу ем эту неделю, пресночную, пасхальную, такую неделю, поэтому хрущу мацу. Вот, значит, возьмите хлебушка, вот, как, любого, вот, не качество хлеба или вина, а качество нашего рассуждения о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот это есть, собственно, причащение, причастие. Поэтому я говорю, что я часто просто беру с собой воды, бутылочки, значит, да, у меня часто, у меня с собой бутылочка воды, значит, и сейчас мацу ношу с собой, а так, какие-то сухарики там, хлебушек. Вот, молюсь, преломляю, хоть в парке, хоть где, вот, и рассуждаю о теле и крови Господа Иисуса. А воду можно вместо вина? Да, я использую чаще, чаще всего воду использую просто. Это сейчас вот я на праздник уже там и раскошелился заранее, там уже купил хорошего сока этого, вот этого, у меня здесь сок виноградный. Вот, использую такой, да, в Украине хороший сок есть виноградный, из червоного винограду, виноградный нектар. Вот, вот, и, а так, чаще всего я просто воды наливаю, вот, и Господь, без разницы, Он даже воду однажды просто вино превратил, поэтому вообще не проблем. И для Него самое главное, причастие совершается шнертом или желудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить или, тем более, осветить не может нас. А что оскверняет нас или освещает, так это то, что исходит из нас. И вот, что же велико освещает нас именно, это то, именно наше рассуждение о теле и крови Христа. И рассуждать, возвещая смерть Господа Иисуса Христа, достойно надо. Именно так, как сказано, в общем-то, в Писаниях. А именно, что Иисус Христос взял на Себя все мои грехи. То есть, я прощен Богом. Бог во Христе примирился со мной. Он примирил с собой весь мир вообще, не вменяя людям, то есть, и мне не вменяя преступлений моих. И дал мне слово примирения. Его слово примирения скреплено великой жертвой. Он отдал самого себя, свою кровушку за нас пролил, чтобы доказать к нам свою любовь святую. Поэтому все очень серьезно, более чем. И с его стороны, по крайней мере, однозначно все очень серьезно. Он доказал к нам свою любовь. И поэтому я прощен полностью, абсолютно. Мне, конечно, как человеку, живущему во временном измерении, само время тоже творение Бога, это чудно, конечно. Это странно и до конца непонятно. Я с этим смиряюсь, что я не пойму этого до конца. Только лишь в вечности я это пойму, на небесах уже в вечности смогу понять, рассуждая об этом вместе с ним. Но, знаете ли, уже в другом, находясь в измерении божественном, а находясь вот в этом земном реальном мире, но не таком реальном, как Божий, более реальный мир, настоящий, по-правдушному. Здесь по-нарожку, там по-правдушному. И, конечно, не пойму здесь, но я смиряюсь, я просто, это называется вера, да, не видя и не понимая, но ты говоришь, да, я соглашаюсь, я принимаю это. Я просто соглашаюсь, я принимаю это, принимаю. Я прощен кровью Иисуса Христа. Агнца, ну, исторически закланного 2000 лет назад, по правде говоря, от века закланного, вечности закланного. То есть, он в вечности свершилось великое чудо избавления, вообще-то. Спасибо тебе, Господь, которые приходят на эту землю в судьбы миллионов и миллионов верующих, разных конфессий, разных деноминаций, религий, юрисдикций, организаций и прочее, прочее, прочее. Вот, всех любящих Господа нашего Иисуса Христа, вот, охватывает это действительно удивительное чудо, Царство Божьего. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Но это еще не все. Можно принимать причастие таким образом, как вот и первые верующие тоже так поступали, тоже рассуждали именно правильно, что, значит, Бог во Христе нас спас, что мы примирились, да, с Ним. Он примирился с нами кровью своей святой, вот, что, значит, что очень серьезно все, что грехи все прощены, то, что были, то, что есть, то, что будут. Он полностью простил меня как человека, но это еще не вся правда, это полуправда. А полуправда, понимаете ли, многие верующие и тогда, 2000 лет назад, да и сейчас останавливаются на этом этапе, вот, и думают, ну, слава Богу, спасены, как бы, и все. Но это беда. Такая простота, она хуже воровства, понимаете ли. И поэтому Павел и писал-то, что многие и в его время тоже и болели, и умирали, ну, не понимая тайны вообще жертвы Христа, что не только грехи он наши взял на себя, но и болезни, и немощи. То есть мне, как человеку верующему, не обязательно болеть теперь и умирать прежде времени. Получается, мне, как верующему, теперь, значит, надо принимать это верой так же, как я принимаю прощение всех своих грехов, так же принимать, что он исцелил меня, благословил меня всеми благословениями небес. Обнищал он, чтобы я обогатился. Он был болен и страдал, чтобы я был здоров и весел и счастлив. И он понес на себе наказание всего мира. Теперь на мне нет наказания. Наказание он сам понес на себе. Я лишь, что могу сделать? Могу лишь принять, чашу Господню поднять, налихаем поднять ее, благодарить Бога всемогущего. Само понимание литургии в православной традиции очень красиво называется Евхаристией. То есть буквально как восхваление, благодарение Бога. Вот все, что мы можем сделать, просто благодарить Бога и принимать это верой. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь. Дьявол побежден и смерть не влавствует теперь. Иисус Господь наш, о, аллилуйя! Он наш спаситель и он царь царей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аллилуйя! Все совершил Бог, нам дал спасенье. Дьявол побежден и смерть не влавствует теперь. Иисус Господь, Иисус Господь наш, о, аллилуйя! Он наш спаситель и он царь царей. Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь. Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Христос, Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Слава Господу! Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Царь Вселенный! Благословен Ты, Господь, Царь наш, Бог наш! Благодарю Тебя за великую победу Твою! Благодарю Тебя, Боже, что действительно Ты доказал Свою любовь всему истрадавшемуся человечеству! Ты доказал Свою любовь на Голговском кресте! Так Ты возлюбил нас, что отдал Себя самого, Свою кровушку за нас пролил! Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую! Спасибо Тебе, Господь! Не видел того глаз, не слышал то ухо, не приходило то на сердце человеку! О, Боже! Это не в сказке сказать, не пером описать на самом деле! Это выше нашего понимания, то, что Ты приготовил любящим Тебя! И открываешь это нам ныне Духом Святым! Открываешь, приоткрываешь, понемногу открываешь! И особенно в этих таинствах, в хлебопреломлении, в причастии, в Харистии, Ты действительно и во дне пресночные, как-то особенно в празднике, да и в будни! Боже, Ты с нами во все дни до скончания века! Спасибо! Спасибо, Машиах! Спасибо, Христос! Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Иисус! Тело Христа Иисуса! Аминь! Кровь Христа Иисуса! Аминь! Пейте и ешьте, друзья! Славьте Господа, ибо Он благ! Аминь! Спасибо, Господь! Спасибо! Спасибо! ! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Спасибо, Иисус, спасибо Спасибо, Иисус, за жизнь Спасибо, Иисус, за вечную жизнь Мы с Тобой одной крови Брат мой и друг мой Господь мой и Спаситель мой Царь мой Владыка мой Спасибо, Господь Хвала, помазанку Иисусу Царю, царей Аминь Аминь Жизнь и жизнь с избытком Аминь 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 Благословен Бог наш Царь всей Вселенной Благодарю Тебя Благодарю Благодарю Тебя, Господь За таинство сие Благодарю Тебя Слава И хвала Единому Богу Единому Отцу и Сыну И Духу Святому Аминь Аминь Роман пишет, да Шалом Привет из Тулы Привет всем в Туле Вот И Слава Богу Благоставляю вас Благоставляю сейчас свою супругу Драгоценную Инну Сергеевну Благоставляю Мою возлюбленную Благоставляю Детей наших Внуков наших Котов наших Все наше благоставляю Благоставляю вас, братья и сестры Кто был в эфире сейчас Вот Благоставляю вас и ваши дома Родных, ближних Во имя Господне И благоставляю тех Кто потом Видео будет смотреть Это да Да сойдет Елипо Мазанина Его народ Аминь Аминь Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя И помилует Тебя Да Обратит Господь За это служение За эту литургию Духа Святаго Благодарю Тебя Господь За народ Твой За всех любящих Тебя Тебя боящихся Боже Благодарю Тебя Господь За это таинство Евхаристия Хлебопреломления Благодарю Тебя И благоставляю Великое имя Твое Благостави сегодня Всех нас Боже Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Пребывая со всеми Нами Аминь Аминь Слава Богу С миром Божьим Друзья Вечером сегодня В 6 часов вечера Я думаю получится У меня подключиться Буду Планирую быть на месте Посмотрим там Как получится Уже по ходу Но утром В 6 утра По-любому Я подключаюсь Вот значит Поэтому подключайтесь Кто в Киеве Приезжайте Буду рад общению И в субботу Здесь на Попудренко Будет собрание У нас Воскресенье На Кловской И на Рыбальском острове Так что Пусть Господь Благоставит Всех вас Продолжаются Дни опресночные Благоставляю вас С Пасхой Поздравляю Паки-паки Как говорится Снова и снова Мир Божий Всем вам Ну и как по скриптум Тоже Огромное спасибо На самом деле Всем Я как-то забываю Об этом говорить Но надо говорить об этом Огромное спасибо Всем кто Молитвенно И финансово Участвует В моем служении Господу Как с территории России Так и с территории Украины Это можно делать Ныне С территории России Там карточка Сбербанка Открытая на мое имя Вот значит Здесь в Украине Карточка Приватбанка Которой я пользуюсь Открытая на имя Одного из моих Помощников Здесь в Киеве Нашего священника Вот значит Одного из наших Священников здесь Вот и значит И мобильные номера Там указаны тоже Российские номера Можно пополнять Да До зустрич Александр До зустрич Да Слава Богу Благослови вам Господних И всему роду вашему Господи Иисусе Аллилуйя Аллилуйя Роман Александр Всех благословляю вас Во имя Господня И Особенно благословляю Сегодня армянский народ Конечно Потому что сегодня Вот воспоминания Того Той трагедии Что началась 104 года тому назад В Армении Но Молимся о духовном пробуждении В Ачмейдзине был Помню мы молились Тоже как раз Вот значит За армянский народ О духовном пробуждении В Ереване Было служение у нас Посвященное Как раз этой теме Вот Пусть Господь Благословит вас всех Дорогие друзья Во имя Иисуса И всю нашу Страдавшуюся планету А наипаче Благословляю сегодня Израиль Иерусалим Всех вас Аминь С Богом Славьте Господи